мир вам мира 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 Продолжение следует... 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 Отсюда и открывается, что они говорили так злонамеренно. Распря произошла в народе, а не в начальниках, потому что начальники держались одной мысли, чтобы не принимать его за Христа. Вопросы? Евангелие от Иоанна, 7 глава 44 по 46 стихи. Некоторые из них хотели схватить его, но никто не наложил на него рук. И так служители возвратились к первосвященникам и фарисеям. Исии сказали им, для чего вы не привели его? Служители отвечали, никогда человек не говорил так, как этот человек. Толкование. Более умеренные в злобе противились славе Христовой только на словах, а более бесстыдные хотели и руки наложить. Однако же божественная сила невидимо удержала их. Посмотрим, что отвечают фарисеям служители, посланные за тем, чтобы привезти его. Они очень благоразумны. Фарисеи считали себя мудрыми, читали Писание и чудеса видели. Но восстают против Господа и как разбойники спрашивают, отчего вы не привели его? А служители убедились одним учением без знамений. Как они были удобопреклонны, так они были удобопреклонны к добру. А что они пленились не знамениями, а одним учением, что важнее. Это видно из следующего. Они не сказали, никогда человек не чудодействовал так, но не говорил так. Так они были готовы и быстры к принятию слова спасения. Но нужно удивляться не одному только благоразумию их, но и смелости. Они не робеют перед яростью фарисеев, не унижаются, как служители, и не говорят в угоду своим начальникам, но свидетельствуют об истине. Им должны подражать все, состоящие под властью начальников, и не слушать их, когда они приказывают что-либо несправедливое, как случилось и при Сауле. Он, вопреки закону, приказывал умертвить священников Божиих, но предстоящие не послушались и не сделали по его воле. Первая книга царств, 22 глава, 17 стих. Вопросы? Продолжим. Евангелие от Иоанна, 7 глава, 47 по 51 стих. Фарисеи сказали им, неужели и вы прельстились, уверовал ли в него кто из начальников или из фарисеев? Но этот народ невежда в законе. Проклят он. Никодим, приходивший к нему ночью, будучи один из них, говорит им, судит ли закон наш человека, если прежде не выслушают его и не узнают, что он делает? Толкование. Почему фарисеи обращаются к служителям не с гневом, но с кротостью и так мягко говорят? Неужели и вы соблазнились? Потому что боялись, чтобы они совсем не отделились от них и не пристали ко Христу. Продолжение следует... Продолжение следует... Так, где остановился? Просит, подключили. Не пристали ко Христу. Потому что боялись, чтобы они совсем не совратились, совсем не отделились от них и не пристали ко Христу. Так, какой стих-то? Седьмая глава 47 по 51. Посему они говорят им очень кротко и ласково. Неужели соблазнились и вы, которые умнее прочих и всегда находитесь при нас, опытные в законе? Затем стараются убедить их примером, но очень неразумно. Разве говорят, уверовал в него кто-нибудь из начальников? Но кто виноват? Христос или те, которые не уверовали? Без сомнения, те подлежат осуждению, которые не уверовали. Народ называют проклятым за то, что он уверовал. Между тем, как сами, из-за своего неверия, из-за препятствия, впрочем, веровать достойны бесчисленных проклятий. Для чего евангелист замечает о Никодиме, что он приходил к Иисусу ночью и что он один из них? Для того, чтобы обнаружить их ложь. Они сказали, что никто из начальников не уверовал в него. А он показывает, что они и в этом случае лгут. Ибо вот Никодим и начальник, и один из них же, ауверовал во Христа. Что им замечает Никодим? Он говорит, разве закон наш осуждает человека, не выслушав его прежде? Симон показывает, что они ни закона не читали, ни требований его не исполняли, хотя и много мечтали о законности. Ибо если закон не велит никого убивать без предварительного суда, а они имели рвение к тому, не выслушав прежде, то очевидно, они преступники закона. Сказал еще, И если не узнают, что он делает, Симон показал, что нужно выслушать не просто, но весьма внимательно, чтобы узнать, как нужно поступить, а не осуждать так, не разузнав дело. Вот у меня вопрос к Игнатию Тихоновичу. К нами. Вот Никодим им делает упрек такой, что закон велит внимательно выслушать осужденного. И вот когда вас судили, внимательно ли вас выслушивали по делу-то вот, когда за веру вы были осуждены. А кто им из-за того? Кто? Ну, ну... Судья, прокурор? Да, да, судья, прокурор, обвиняющая сторона. Адвоката-то у вас, наверное, не было? Не было. Они своего давали, и я отказался, неверующий. А которого у меня Господь дал мне, диакон Бургин Сергей Александрович. Он работал в библиотеке, он выписал все, какие-то, сам нарком документы, что религию там, отношение какое, из какого тома у Ленина, что написано. И они ничего не могли сделать. Он сидит в библиотеке, все. И мой архиерей, отлучу тебя там, там санк сниму. Он никак не подчиняется. Тогда они сделали так. А мне следователь говорит, будет он у вас, все уже он, это, как защитник, представитель мой на суде. А они сделали так. Ага. Вызвали его. Ты Лапкина знаешь? Конечно знаю. А ты сколько раз встречался? Он говорит, один раз мимоходом в доме, там с отцом он беседовал, все. Они к нему раз, нагрянули домой обыск. А у него ничего моего нету, и он не знаком меня. Он даже мог бы и в толпе меня не узнать. А я вообще его не заметил даже. А говорит, если только человек по этому делу идет, у него обыск был, то он не может быть защитником. И они его отбросили в самый момент, последний. И дают мне безбожьих. Один там был такой, какой-то косоруки. Я у него дачу делал даже раньше. Я говорю, мне это не надо, я сам буду защищать, и Господь меня защитит. Ну, я, правда, подготовился. У меня 32 свидетеля было. Я сижу там, но тогда решетки не было, а просто отдельно огорожены. Полка внизу, я там документы наложил, и разложил. Кто выходит, я открываю. А по мне две статьи было. Одна статья, распространение заведомо ложных измышлений, порочащих общественно-государственных строя, это 190 приму УК РСФСР. А вторая, то, что нельзя заниматься распространением пленок. Если Высоцкого, там, Пугачеву можно, а Библия начитанная нельзя. У них тоже закона такого нет. Они ничего не могут ответить. Слушали они, вот свидетели выходят, два кандидата наук. Потом я найду подгорное фамилию, для слова Божия нет ус. У меня там все записано. Там один записывал тайно, все обыскивали, не давали записывать. А потом отправили во Францию, там, «Русская жизнь», или как называлось, и потом прислали оттуда газету, я из нее все это спечатал. И вот они там выходят, и Антонова вторая, кандидата наук, одна из медицинского университета, института, а другая из сельскохозяйственного. Раскулачивания не было. Как не было, когда Черчилль спросил, во что обошлась коллективизация? Сталин, говорит, растопырил пальцы и показал. На самом деле больше, 12 миллионов погубили. Самых лучших тружеников сельского хозяйства. Я говорю, так у нас родственники были, которые пострадали, а не было. Я когда вернусь уже из заключения, тогда я их пойду искать, этих лжесвидетелей, которые мои пленки исследовали. Я говорю, так было или не было? Уже освободился. Она говорит, было у меня, деда репрессировали. А как же вы на суде говорили? А я что сделал, если составили? Я говорю, а как же вы получили по 250 рублей-то? А там написано, они анализы-то делали, сколько получили. А у меня рабочий заработок, замесил бы 72 рубля. И вот, я на суде-то и говорю, что они не просмотрели. Это пленки, это не книжку читать. Это надо подряд слушать пленку. 136 часов Ярна Николаевича Пести. Я-то это говорю, вот они меня слушают или нет? Судья услышал. И говорит, так, Лапкин, мы, значит, откладываем на один день и даем, чтобы они это прослушали. Там ничего нету. Он протестант. А он и сельсинки передавал. Они, а это такая радиостанция. Какая радиостанция? При чем тут? Смысл, содержание где? Против советской власти было. Вы застуете меня по политической стадии. За Веру-то нельзя было судить-то. Там одна была такая статья, 142-я. Если мы дома собирались молиться, то вот это нельзя на дому. А если церковь православная открыта, баптисты открыты, то там свои правила. Детей до 16 лет не пускать, не прищищать. Это все надо. Поэтому некоторые отказались от регистрации, их пачками сажали. 150 человек только посадили, около 30 не вернулись, там и умерли. Какие издевательства были. Ну и вот здесь. Мне нужно определенно, чтобы вы доказали. Яр Николаевич Пести, это радиопроповедник, он говорил по статье по моей. Злословие, там заранее знаю, что этого нет, а нет, это социалистический строй. Они приходят через день. Ну мы все прослушали. Я говорю, судья, а сколько часов человек может работать? Вы, Лапкин, нам вопросы не задавайте, мы вам задаем вопросы. Ну правильно, я говорю, в сутках 24 часа, а зал полный верующих. И работать человек, если это напряженно, то ему после 8 часов уже ни пить, ни есть, только упасть охота. Это пленки. Это не книги. Как вы могли 136 часов прослушать? Ну мы там, там, ну как вы могли прокручивать, и там, там, когда то, что вы пропускаете, там как раз может это и есть. То есть обман. И судья это понимает. Это обман. 136 часов вдвоем прослушать нельзя за одни сутки. Нельзя. Так вот потом, потом-то, вот это потом-то, когда я освобожусь, я буду на них наседать. Судья, который меня осудил, Владимир, кажется, Александрович, вот, он потом придет ко мне на дом, и покупать будет книги, которые у меня начали выходить книги. Вы, говорит, наверное, наших детей проклинали, я говорю, сохрани Бог, Владимир Александрович, мы молились за них, молились, чтобы Господь не поразил. Он говорит, вот, у вас пленки лежат там, ну, кровать, у кровати там, под матрасом, и написано, тайник. И какие пленки, ну, 370 метров, ну, катушки, тогда были катушки. Каждая катушка, на четыре дорожки, 8 часов 20 минут, тайник. Сам говорит и смеется, ну, какой же тайник-то? Я говорю, ну, вы же меня осудили, тайник, я прятал, златоустый насчитал. Какое отношение, златоуст, умерший в 407 году, имеет к советскому строю? Да вот я сам думаю, так а что же вы меня осудили-то? Ну, у меня остались хорошие отношения, со всеми. Самый, на меня наседал прокурор, ой, Яков Иванович, Мордвин, он прям вот такие брови, как у Брежнева, нахмурится. А я тогда стал, говорю, Яков Иванович, ну, что вы так на меня смотрите, говорит, как Ленин на буржуазию-то? Ну, это вам заказали меня осудить, вы осудите, ну, давайте по-хорошему, чтобы мы молиться могли друг за друга, это, у меня там своя кафедра, я отвечаю так. Услышали они меня, и один раз, а дальше нет. Что бы я ни сказал, они меня прерывают. Лапкин, вы отвечаете на вопрос, я начинаю отвечать, как это, вы другим пленки давали или нет? Я говорю, я не могу знать, как не можете такой, то вроде там развитые, там языками владеете. Я говорю, дело в том, что я отдал комплект, отдал Красноярский, а они там размножили. Я не знаю, кому они дали, и дали, а теперь нашли, там, на границе, в Молдавии, нашли в Хабаровске, ну, пленки мои, мой голос там. Но я не давал тех людей, не знаю. А они, но они могут знать, потому что им-то один человек давал. А у меня, допустим, 950 человек у меня было обслужено. Где я их запомню-то? Да и мне еще их запоминать-то. Откуда ты приехал от архиерея? И говорит, нам 5 экземпляров готовьте. А полный экземпляр, это 200 пленок, 200 катушек. Это ужас, что у меня делалось. Вот 10 магнитофонов, одной пленкой срываю, этой кнопкой, другой остановить, заправить, на разные размеры. Я по неделе не ложился спать, только сидя. Сижу, как концы захлопают, я просыпаюсь. Вот на твой вопрос могу ответить, что Бог дал мне очень хороших верующих, которые вставали и обличали. Но они вот так их давили. Все это описано в книге, которая вышла от двух священников, для слова Божия нет уз. Вот она у меня на столе. Я тут в музее истории искусства, где меня судили, бывший краевой суд, а сейчас, ну, рядом там Марина работает, Игорь, Дыманова жена. Я туда пошел, подарил эту книгу, начальник этого заведения. Музей истории искусства и литературы теперь называется. Вот так. То есть, что-то маленько слышали. Сказать совсем никак. Ну, но они все равно по-своему. Я говорю, вы время зря не тратите, что положено мне, ну, и делайте срок какой-то. Ну, давайте по-хорошему. Я призывал их, ну, и правда, а то тогда распрямился, прокурор. Ну, вот это что я могу ответить. Как дело было. А сидят, главное, в зале-то. А Виталий Устинов перекрестился, судья сразу, так, тут не общественное место, молиться нельзя. Еще одно предупреждение, выведут из зала. Ну, верующий, я отмечаю. Опять перекрестились, так, убрать. Так, воины подошли. У меня не милиция была, а краснопогодники. 12 солдат меня привозили. Они в такую молву пустили, в 68-м школе, здесь, в Барнауле. В подвале нашли у меня радиостанцию, я связан с ней, с японской разведкой был. С японской разведкой. Ну, глупости, конечно. как все это припомнишь, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Прямо сказать, что меня давили там, а так нельзя, но меня не охраняли, о-о-о-о. Никому не подойти, ничего нельзя было. А суд-то бывает, день-два закрытые, а кто-то спрашивает, а почему мы сидели, два дня судят, а третий день нельзя. И милиционер говорит, это, видимо, он так сказал, но Надежда Васильевна не расслышала. Так судят, когда это связано с малолетними преступниками, там, насиловать, или что-то такое. Она как грайб подняла к судье, те сразу этого вызвали, его убрали, этого военного-то. Да я, говорит, не так говорил, я сказал, когда суд закрыт, он мою статью-то не знает. Но вот закрытые, это, как правило, чтобы не опозорить, кто пострадал там, дети и прочее. Вот такое дело. Но у меня дело курировало КГБ, и это, конечно, мне нельзя было передать даже ни булочки, ничего нету. Но зато меня нигде не били. Нигде. Встречали, провожали со цветами девчонки Петеримовой, кидали цветы, и один тайно сфотографировал. И так, в книге у меня везде я, поясок с меня сняли, ведут они, как и, и цветы летят. Но тогда не цветные были, а теперь разукрасили, Дебунов помог тут. Это все в книге. Я иду арестованный, но рядом в ограде туалет был, а я как будто бы в туалет мне надо. Но они меня повели, а там наши на меня увидели. Увидеть даже вот и то не дают никак. Со всех сторон, я в туалет если зашел, так они со всех четырех сторон стоят военные, чтобы я не стиганул через забор. Вот так. Все, не смеемся, а тогда было не так, не смешно. Вот перед арестом, особенно у меня, вот я скажу, боевик настоящий, они нас окружили, в окна заглядывают, а у меня было человек 14, а комната вся 12,8 квадратных метров. Это с кухней по стенам, все вместе, 12 квадратов. И вот теперь у них задача была нас оттуда выковырять. Как? Они не знали, что мы там в комнате. Так вот, мы разработали целый, так сказать, сценарий такой, когда выходить, как людей вывезти, где, они потом, когда узнали, людей не было, и они вышли, а были, они примерно догадывались. Так они в каждую щель, на потолке, везде, щупами там, ну, 9 часов на этой комнате сидели, КГБ проверяли. А мы вывели людей. Как вывели, покуда? Говорят, скажите. Вроде мне срок уменьшат. Я так и не сказал. Но только мы распределены были. Мы пошли в одно направление, кажется, вот это Гавриил, это его отец был, Леонид Ильич. Речкунов. И вот мы через Маслозавод, и туда туман такой был. А когда мы выходили, я говорю, вот это, ну, людей-то много было, и ведро полное, моча. Я говорю, первым делом ведро бросай на человека, того, кто будет, чтобы пробить дорогу-то. И все в разные стороны, как товарищ Ленин учил, по двое в разные стороны. Ну, и мы сразу побежали к Барнаулке, и ночью туда. И когда на их улицу пришли, пролетарскую-то, Леша остановился, идут сзади. И вот кама Гридеши, там, когда я убил-то этого главного, он так-то, тот и идет, тот и идет. Ну, мы видим, чтобы нас-то там не застали, и во двор один забежали, а они бегут, подбежали, видимо, не заметили куда. Раз, дергают, а мы эту щеколду-то прижали, и держим. И они убежали, нам надо на другую сторону. Мы тогда прямо через этот перепрыгнули, через забор, и на другую, чтобы на другую улицу перейти. А в эту улицу заходить нельзя, они на машинах уже нас окружили. И вот интересно, мы через ограду высокое прыгнули, и там видно сарай, и по сараю бежать. Вот как в кино показывают, ночь, и мы, а там маленький свет по улице видать. И вот мы бежим, а самый третий был человек, трое нас было. Это Саша Долгов, кажется, он. Вот. И он бежит, и он не увидел, что тут собака, на собачью конуру-то он прыгнул, та собака-то огромная такая. И он бежит, а тут проволока натянута, собака по проволоке-то. А он, не видите, на те-то и грудью давит, пока она на полосе натянула, а потом как спружинила, его бросила туда к собаке. А кобель, длинно здоровый был, то ли на него упал, что-то там, кажется, завизжал, но все-таки не укусил. Мы через... Теперь на ту улицу-то выскочили. С двух сторон нас окружают машины. Ночь. Ну, работают ребята. И когда уже затащили нас в машину-то, я говорю, посмотрю, а это не милиция совсем. Я говорю, да вы же не милиция, чего вы за нами гоняетесь? А мы повыше милиции. Ну и домой сразу дверь-то меня открывать, клеща нету, выдергают, выламывают. Вот как было дело. Это маленькие эпизоды, говорю. Все. Сергей, отошел. Евангелие от Иоанна, 7 глава, 52-53 стихи. На это сказали ему, и ты ли не из Галилеи ли? Рассмотри и увидишь, что из Галилеи не приходит пророк. И разошлись все по домам. Евангелие от Иоанна, 8 глава, с 1 по 12 стихи. Иисус. Иисус же пошел на гору Иллионскую, а утром опять пришел в храм, и весь народ шел к нему. Он сел и учил их. Тут книжники и фарисеи привели к нему женщину, взятую в пролюбодеяние. И поставившие ее посреди сказали ему, учитель, эта женщина взята в пролюбодеянии, а Моисей в законе заповедал нам побивать таких камнями. Ты что скажешь? Говорили же это, искушая его, чтобы найти что-нибудь к обвинению его. Но Иисус, наклонившись низко, писал перстом на земле, не обращая на них внимания. Когда же продолжали спрашивать его, он, восклонившись, сказал им, «Той из вас без греха, первый брось на нее камень». И опять, наклонившись низко, писал на земле. Они же, услышавши то, и будучи обличаемы совестью, стали уходить одним за другим, начиная от старших до последних. И остался один Иисус и женщина, стоящая посреди. Иисус, восклонившись и не видя никого, кроме женщины, сказал ей, «Женщина, где твои обвинители? Никто не осудил тебя?» Она отвечала, «Никто, Господи». Иисус сказал ей, «И я не осуждаю тебя, иди впредь не греши». Опять говорил Иисус к народу и сказал им, «Я в свет миру, кто последует за мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жидный». Толкование. «Никогда Никодим весьма разумно обличил парисеев в их противозаконном распоряжении, они раздосадованы, с грубостью и даже зверством говорят ему, «И ты ли не из Галилеи ли?» Но как это идет в ответ на замечание Никодима? Он сказал, что без суда и следствия не должен обвинять человека. Без сомнения, в ответ на это им нужно было доказать, что они обвиняют Иисуса не без суда, но законно. Что они, служители, послали схватить его и все делают так, как должен. А они что говорят? «Не ты ли и ты не из Галилеи ли?» «Видишь ли, как неразумно, видишь ли, какая непоследовательность в словах?» А потом, выставляя его невеждаю, говорят, «Рассмотри, увидишь, что из Галилеи не приходил пророк». То есть, «Ступай, научись, так как доселе не научился, что пророк из Галилеи не приходил». Говорят так, осмеивая его, как несведущего. Но о фарисеи, что Никодим сказал? Он не сказал, что Иисус есть пророк, но сказал, что не должно убивать его без суда. Как же он сказал то, а вы отвечаете на это другое? Так как они постоянно укоряли Христа Галилею, а принимали его за одного из пророков, то он показывает им, что он не из числа пророков. Я, говорит, свет миру, свет в собственном смысле, свет непророческий, то есть неполный и слабый, но свет истины, не ограничивающийся пределами Галилеи или Палестины, но свет миру и владыка всех людей. Я, тот, о ком пророк сказал, я положил тебя светом язычников, царя 42.6. Тим изречением можешь пользоваться и против неистория, ибо не сказал Господь во мне свет миру, но я свет миру. Кто видим был, как человек, тот же сам был и сын Божий, и свет миру, а не так, как простословивание истории, будто сын Божий обитал в простом человеке. Нет, сын Марии и Божий, как сказано, был едино. Кто говорит, последует за мною, тот не будет ходить во тьме, то есть не останется в заблуждении, но освободится от заблуждений тьмы. Тим вместе одобряет Никодима и служителей, как прямо действующих, и потому во свете находящихся. А фарисеям намекает, что они находятся в заблуждении, и тьме, и в тайне строят повы. Вопросы? Продолжим. Ивангелие от Иоанна, 8 глава, 13 и 14 стихи. Тогда фарисеи сказали Ему, «Ты сам о себе свидетельствуешь, свидетельство Твоё не истина». И Иисус сказал им в ответ, «Если я и сам о себе свидетельствую, свидетельство Моё истина, потому что я знаю, откуда пришёл и куда иду, а вы не знаете, откуда я и куда иду». Толкование. Когда он сказал, «Я свет миру», его обвиняют за то, что он сам о себе свидетельствует. О безумие! Он постоянно приводит свидетельство о себе из Писания, а они обвиняют его, что он сам о себе свидетельствует. Посему и он отвечает им по лукавству их, пусть так, что я сам свидетельствую о себе. Хотя на деле не так, а я имею трёх свидетелей. Отца моего, дела мои и Писания, как и выше сказано, 5 глава, 33 стих, 36 по 37, 39 стихи. Положим, что я сам свидетельствую о себе. «Но если я и сам свидетельствую о себе, свидетельство моё истинно, потому что я знаю, что я Сын Божий и не простой человек, но свыше приходящий и Бог. Как же свидетельство моё ложно, когда я Бог и посему достоин веры. Бог без сомнения достоин веры и свидетельства, и свидетельствия о самом себе. Притом я и пойду к Богу истинному. Как же, намереваясь идти к истинному, я буду лгать? Вопросы? Евангелие от Иоанна, 8 глава, 15-16 стихи. «Вы судите по плоти, а я не сужу никого. А если и сужу я, то суд мой истинен, потому что я не один, но я и Отец, пославший меня». Толкование. «Я, — говорит, — как Бог и пришедший свыше, свидетельствуя о себе истину. А вы смотрите только на видимое, и как я во плоти, вы принимаете меня за простую плоть, а не за Бога, и пришедшего от Бога. Вы судите по плоти, то есть ошибочно. Как о живущем по плоти говорится, что он живет порочно, так и о судящем по плоти нужно сказать, что он неправедный судья. Потом, как бы, кто сказал, если мы иудеи судим несправедливо, то почему не наказываешь, почему не осуждаешь? А он говорит, «Я не за тем пришел, чтобы судить. Я ныне не сужу никого, а если и сужу, то суд мой истинен. И если бы я захотел судить, вы были бы осуждены. Ныне же вы остаетесь без осуждения не потому, будто я не могу осудить вас, но потому, что ныне не время, так как осуждение на вас я сберегаю до второго пришествия». Так и в другом месте он говорит, «Я пришел не судить мир, но спасти. Евангелие от Анаа 12, 47. «А что судья всех есть, он, слушай, не ложные уста. Отец всякий суд отдал сыну». Евангелие от Анаа 5, 22. По всему, когда слышишь, «Я не сужу никого», то, разумей, все слова не о будущем пришествия, а о первом, сказав, «Я не только один только, но и отец мой со мною», он объявил, «Не один только я осуждаю вас, но и отец, ибо не иначе сужу я, и иначе судит отец, но как я, так и он, и как он, так и я». Вопросы? Евангелие от Иоанна, 8 глава, 17-18 стихи. «А и в законе вашем написано, что двух человек свидетельство истины». В законе 19-15. «Я сам свидетельствую о себе и свидетельствует о мне Отец, пославший меня». Толкование. «Ариане и Евнамиане, не признающие сына единосущным отцу, пусть скажет здесь, если бы он не был единосущен, то как бы осмелился сказать, я имею свидетельство и достоверность таких же, как и Отец? Как два человека свидетельствуют о чем-либо и свидетельство их истина, очевидно, что и достоверность их одинакова. Так и здесь он доказывает, что свидетельство его самого ничем не ниже свидетельства Отца. Ибо, слушай, с какой властью говорит он далее, «Я сам свидетельствую о себе, и Отец свидетельствует обо мне». Видишь ли равенство власти, и как он выставляет себя столько же достоверным, сколько и Отец? Этого он не осмелился бы сказать, если бы достоинством был ниже Отца, и не был бы ему равен и единосущен. Ибо если бы он хотел показать, что в чем-нибудь уступает Отцу и меньше его, то не сопричислил бы себя к Отцу, и свидетельство своего не сопоставил бы со свидетельством Отца. Но, будучи рабом, как богохульствуют иеретики, обратился бы к кому-нибудь из царабов, и его сделал бы со свидетелем. К примеру, Иоанна, Моисея. Да и вообще, если бы он пожелал таких свидетельств, нашел бы их множество, но теперь он желает показать свою единосущую Отцу. Самуи сопричисляет себя к Отцу. Если и в других местах он приводит свидетелей о себе Иоанна, Моисея и пророков, то не удивляйся сему. Он делает это приспособительно к понятию слушателей. Если Иоанна и Моисея ставили выше его, посему он и приводит свидетельства тех, кого они считали славными и великими. Высокое понятие они имели об Отце, о Боге и Отце, ибо что иное прославляли они никак не Бога. Посему теперь он приводит свидетельством и его самого, сущего над всеми Бога. А как он и самого себя сопоставляет с таким непогрешимым и неложным свидетелем, то весьма очевидно, что он имеет одинаковую с Отцом важность и власть, и те, которые называют его рабом, и по всему меньше понца, должны посрамиться. Вопросы? Евангелие от Иоанна, 8 глава, 19 по 20 стихи. «Тогда сказали ему «Где твой отец?» Иисус отвечал «Вы не знаете ни меня, ни отца моего. Если бы вы знали меня, то знали бы и отца моего». И слова говорил Иисус у сокровищницы, когда учил в храме, и никто не взял его, потому что еще не пришел час его». Толкование. Так как спрашивали его об отце в виде искушения, а не с целью познать истину, то он их не удостаивает ответа, но говорит «Вы не знаете ни меня, ни отца моего». «То есть не можете знать отца моего без меня? Хотя вы и думаете, что почитаете Бога, но как не веруете, что он отец мне, истинному сыну, то нет вам никакой пользы? Вы не знаете его, как нужно знать». Слышишь ли, нечестивец, подчиняющий сына отцу, если бы он не был единосущен с отцом, то как бы сказал, что если бы вы знали меня, то знали бы и отца? Ибо если по вашему мнению сын есть тварь, то как знающий тварь знает и Бога? Кто знает существо ангела, тот еще не знает уже и существо Божие. Если же знающий сына знает и отца, то сын подлинно одного и того же существа с отцом. И при этом они не понимали, что делом силы истина божеская было то, что он, окруженный врагами, среди их оставался невредимым и неприкосновенным, тогда как они прежде Пасхи искали его и подстерегали. Кого искали, когда его не было и против кого даже в отсутствие его не исцовало. Того, когда он среди сетей не мог взять, они давно желали умертвить его, но были удерживаемы невидимыми узами силы его, ибо ему нужно было долей оставаться живым в плоти, дабы доставить людям более пользы через совершение больших чудес и преподание большего учения. Вопросы? Ну вот еще поэтому сектанты говорят вот эти еретики, приводят местописание, что отец более меня. Что им на это ответить? Что тогда имел исцел Христос? Когда говорил отец более меня. на тихом это любят задавать вопросы такие еретики и мусульмане. Нужно только признать, что микрофон не включили. Я вот разбирал когда это местописание и мысленно представляю населенских соборах, когда устанавливали учения от Святой Троицы. Это непросто было. Вот свидетели Еговы, другие ариане. Это было просто так. Христос это первое творение. То есть он не творец, а творение. Все остальное становилось сразу на место. Христиане не пошли по этому. После выступления Афанасия Великого Александрийского Патриарха, тогда он дьяконом был. Когда Арию этот вопрос задал, кто тебя судить будет. Вот тут сложнее, что он богочеловек. Слово богочеловек, такого нету слова. И что единосущный отцу, тоже этого нету в Библии. Это слова не библейские. И вот это слово единосущный столетиями целыми собирались и наконец нашли такое слово. Слово три ипостаси, тоже не евангельское слово, не библейское. Он больше по человечеству, больше, потому что он на земле и вочеловечился через Деву Марию. А от вечности он такой же, ни больше, ни меньше. И как Бог говорит, ныне же будешь со мной в раю. А ныне он был преисподней. А тело лежало у Иосифа Эрмафейского в гробнице. Но да, по человечеству так, но как Бог он был и в раю и в аду одновременно. Где бы ни был ты, за пределами всех галактики, всюду и все собой наполняет Бог. Это не понять ничего, так язык говорит, а на самом деле ничего нельзя понять. И поэтому было утверждено это, было принято и нам православным туда не надо заглядывать, чтобы не понесло. Бог сказал это все больше, потому что он по человечеству. Человеческая плоть, как бы, даже слова не подберешь, не принижала, и он говорит, будучи Богом, не почитал хищением, быть равным Богу, посланник филиппистам написано, хищение. Хищение это непричитающееся тебе, ты похитил себе. Где? А за кого вы себя выдаете? Мне неоднократно говорили, вы что, пророк? Да нет, конечно, не пророк, а порок. Как говорит, прозрительное, а прозорливое. А батюшка говорит, не прозорливое, а прожорливое. Вот, надо все это растаять здесь. Людям это никак не скажешь. Не почитал хищением, быть равным Богу. Не почитал хищением, называться пророком Моисеем. Потому что пророком, а какой пророк? У него какое образование было? Амос? А я был пастухом. Собирал сикиморы там, на зиму там, может, что-то готовил себе. Вот и все. С этой позиции по божеству, по человечеству говорит, доминует меня щаше сия, а по божеству добавляет, не моя воля, но твоя да будет. Как по человечеству он говорит, и я не знаю, когда будет конец мира. У Марка написано. А как Бог, он одновременно знал. И поэтому знаю, не знаю, в человеческом нашем разумении, так как нигде больше такого нету в мире, не было, то мы впадаем в такое недоумение. А то придумали ангелы, сыны человеческие, стали, сыны Божьи, стали брать дочерей человеческих. Это ангелы женились на женщинах. Прямо на полном серьезе. Как они бы женились, когда у них плоти нету? У них нет ничего плотского, а не духи. Это книгу Еноха тут приплясовывает, это в послании апостола Иуды об этом написано. Мы четко знаем, он Бога человек, а как? Бог его знает, как? Я и отец одно. Это по божеству. Отец моей боли меня по человечеству. Вот и все. Спасибо Христосу. Слава Иисусу. Можно задавать вопрос. Мир вам. Мир вам. Братья, это Роман Фроликов. Вот. Меня наверное видели, читали, много вопросов поступает. И вот у меня тоже как бы хотелось у Игнатия Тихоновича подтверждение. Ждать нам, надо ли нам ждать, когда у нас якобы появятся силы для благовестия. Вот. И как правильно понимать слова Евангелия, вернее Нового Завета, апостол говорит, что не все апостолы, не все учителя, не все пророки вот во свете благовестия, как это понимать? Спасибо Христос. Ну как благовестие это дыхание. Когда можно дышать? Когда в пеленках лежит он или когда в школу пойдет? Да никак по-другому нельзя. Благовестие должно быть всегда по мере того, что ты узнал. Ну узнал ты, что Бог есть любовь. Все. Вот раньше я работал на Балтике на кораблях. Ну там приезжали, то есть приходили корабли Швеции, Дании и там эмиграция это была. И они брали Евангелие как-то сюда привозили. Там можно было. И вот один из них решил благовествовать. А ничего не знает по-русски-то. Он тогда написал Бог есть любовь. И другим стал давать там все написал. Он больше ничего не мог сказать. Вот такое хорошее стихотворение. Я не знаю сейчас кажется Березов Родион Березов написал об этом в Австралии. Он глухонемой был. И он говорит ты не мог. А написал что будет Божий суд. К ему надо готовиться. Христос умер за наши грехи. И он это напечатал или как написал от руки. кто идет как он видит что русский разговаривает между собой. Он его по плечу ему руки дает. Человек взял пока смотрит обернулся никого нигде нет. И он вот так распространял вообще ничего не говорил. Ни слова. И вот однажды где-то там они собрались что-то такое делали. То ли готовили посылки в Россию или что. Ну и разговорились и говорят ты как обратился. Да я обратился в Мельбурне был столичный город их в Австралии и в это время меня кто-то по плечу постукал рукой я обернулся он мне в руку отдал я даже не рассмотрел его я стал считать и обратился к Богу и другое и третий и сколько их собралось они оказали все пришли через одного человека а он разговаривать не мог вот это пример это из практики взято сколько ты узнал я узнал это было в 5 часов 30 минут вечером впервые за всю мою жизнь мне дали Евангелие я пока там покаялся пока оделся пока пришел пока меня это называется лоцманский катерок на нем потому что на берег сходим привозят и так он как трамвайщик бегает я только до корабля дошел я ничего ничего не знаю этот борт такой чтобы волна могла проходить там фальшборт называется стекало с палубы фальшборт я вот так только перешагнул через него по лестнице поднимался с катерката и первому матросу сразу сказал живем неправильно неправильно за все придется отвечать и сразу припомнил стихотворение Лермонтова есть божий суд на перстнике разврата есть грозный суд я он ждет он недоступен звону златы и мысли и дела он знает наперед говорили это народ народ ничего не знает не знает даже есть сегодня вино в магазине или нет вот я ничего не знал по себе мне никто не говорил надо идти на благовестие ни слова это внутреннее сразу у меня а если он умрет а он а он о христе не узнал и дальше иду я попал и одному матросу другому третьему я учусь в это время высшем мореходном училище у меня прекрасная характеристика добиваясь три курса сдать за один год там успешно все а к утру меня уже сразу рехнулся сошел с ума я всем стал говорить и капитану каравана и задорнов был фролов не фроликов а фролов у нас был капитан на черноморском я ему и жены всем рассказал а сам то знал и только может быть сейчас один держал евангелие новый завет так что свидетельствуй по мере откуда известно ну и жития кроме этого деяния апостола 8.4 когда было гонение большое то как говорит костер разбросали везде и написано а рассеявшиеся ходили и благовестовали рассеявшиеся они не думали дом покидать никогда может не говорили они стали говорить новые люди обращаются начали рассеявшиеся это говорит и дети и женщины и мужчины все и златоус об этом говорит придешь когда из храма не спеши за стол жена там тебе пироги напекла а ты расскажи что ты слышал в храме а кому я буду говорить как кому у тебя дети есть у тебя жена есть сел за стол расскажи златоус говорит я один ничего не сумею пока вы не понесете то слово которое я сказал быть настоящим учителем время придет будешь знать или не будешь а это внутреннее дыхание твое здесь об этих дарах ни слова не сказано их применить никуда у меня знакомый уже очень хорошо знакомый там пресс-фитер протеерей и да я никак да меня нету да таланта нет ты пока сейчас говорил это нету ты службы ведешь ты такие слова считаешь да ну это же как раз и благовестие показывает комната большая я думаю в этой комнате это можно сколько людей было собрать ты отдай этот кому адвентистам седьмого дня они сегодня к вечеру полный зал набьют пример для нас это свидетели сторожовой башни они минуты не сидят и поэтому самый быстрый прирост их секти в этой ереси свидетели Иеговы называют у них все до одного бабушка что-то она знает внучке 84 года бабки и внучке 4 года и она за руку и пошла и везде свидетельствуют нет она по телефону сидит мой телефон попал она звонит ну она маленько не туда попала а вы хотите Библию изучать я говорю конечно так а у нас так я говорю баба у нас занятия в университете идут приглашаю берите телефон а им не разрешают слушай гляжу трубку положила то есть я сначала их разнес как писали про это говорит а потом стал приглашать ее вот тебе Роман ответ требовать другого ничего мы не можем быть учителем это значит каждый стих писания ты должен знать его цитировать и дать толкование непримерно какое а сказать что Христос умер за нас для этого ничего не надо умер за нас и он скоро придет будет Божий суд на перстнике разврата для этого ничего не надо об этом Дарин ни слова не сказано ты обязан это делать обязан не жди выйди говори раздавай Евангелие все а дальше ты будешь собирать разъяснять бороться с ересями это придет кому дает сознание кому мудрости вот и все Роман спасибо Христос слава Иисусу можно вопрос наверное мир вам вопрос Володи услышала стихи которые он читает в машине и у Игоря там в доме и хотела узнать где их можно найти прочитать у нас все стихи эти в наших книгах а где он сейчас а отдельно у нас нету а может быть он скажет где песни восхождения называется у баптистов там песнопение где-то там хорошее песнопение там 800 примерно стихотворений такая книга у нас поют приходят Володя отключай Володя скажи где я могу найти в интернете в интернете не знаю но я могу вам найти и поставить ссылку потому что я точно не помню я из открытого окна все это выписывал из наших книг а хорошо а если найдешь поставь здесь вот на чате на чате да у меня нету чата я не участвую а ты не участвуешь ясно Володя а какие стихи загугли про любовь ее побивали камнями в опрах ее на кресте распинали гноили автор то кто автор неизвестен ну и там по первой строчке можно найти по первой строчке по первой строчке там я отмечаю 300 поэтов России за 300 лет и фотографии их есть вот это многое там узнаете 300 поэтов а люди-то больше пяти не назовут Пушкин Некрасов Лермонтов Блок все а там сколько а вот раньше который там а выше это 200 поэтов зарубежных я беру за 300 лет примерно то есть это супер богатый материал тем более я выбирал такие стихотворения которые душу трогают ну считай 300 600 поэтов 600 по фамилии по имени когда жили и что я некоторых могу называть некоторые даже не слышали такого а разве такой поэт был меня спрашивают а какой самый любимый какой Нацин Семен Яковлевич он Пушкин жил 37 лет Лермонтов 27 а он 24 года только прожил у него туберкулез был его переписывали от руки властитель умов молодежи звали стихотворение Семен Яковлевич Семен Яковлевич Нацин вот просто зарядите в интернете сейчас можно найти а если вам нужно покаянное вы зарядите Григорий Нарекатси армянский поэт Григорий Нарекатси там поэма у него одна есть такая душа взывающая к Богу как-то так я могу поэтов назвать ага а второе зарядите Вера Кушнир она не православная правда эмигрантка Вера Кушнир у нее пенопея немного на ее стихи очень богатый материал и Родион Березов Родион Березов вот три я вам назвал вам вполне хватит пока а если 26 том скачаете вы там поплывете спаси Христос слава Иисусу мир вам Игнатий Тихонович это Роман Фроликов вы говорите нельзя требовать от других а обличение вот как вы говорили что мы неправильно живем там я вот тоже говорю мы неправильно там вот делаем тоже там что-то говорим это можно обличать я не требую я просто говорю я объясняю можно но как вот как другой обличает такие грозные слова говорит и люди принимают и падают а другой простые слова сказал а его даже внимания никакого не обратят ласкательствует вот два раза а третий раз не принимает уже все не надо после первого второго разумления он может быть еретик какой-то ты сказал и молись дальше молись все абсолютно все упирается вот в это дело молитва щетки вот узнал начинаю молиться вот у меня стихотворение 3467 по 9 куплетов их стихами нельзя назвать а проповедь в стихах я их считаю сегодня как первый раз вижу немыслимо даже что такой смысл в них заложен почему доверился богу я не поэт никто и только рука успевала писать вообрази 3467 стихотворения каждому стихотворению 36 строчек и напротив строчки каждый откуда взята мысль вместо писания и все стихи написаны и ни одной поправки нету просто как будто с чистого листа списывал это никогда нигде не было такого а как понятия не имею я их себе не приписываю просто рука записала и все спасибо Христос да ну посмотри у нас стихотворения это очень много да прямо на нашем сайте 4 тома у меня стихов по 800 страниц и у каждого эпиграфа из Библии у каждого стихотворения по смыслу основному да вот я сегодня это Роман ты не ушел еще здесь да вот тебе кто-то сказал тут я не знаю то ли Евгений Трабко или кто-то сказал ты на деле покажи вот ты ходишь свидетельствуешь результат покажите сними раз в живи-то ты как-то начал отвечать невнятно это неправильно вот мне бы сказали я бы сейчас выставил ни один ни два ролика где мы проповедуем и говорим а допустим 200 роликов 200 вот у нас детский лагерь и детский лагерь у нас только 247 роликов вот сколько и здесь конкретно вот я допустим как идем по домам как собираем людей как мы собираем их в домах культуры на стадионе это все на глазах человек может смотреть как люди принимают Христа как мы в дороге беседуем с мусульманами это не это не просто так это огромная работа и все заснято они это люди просили а ты бы сказал у тебя нет аппаратуры найди и попроси кого-то уважай своих ну я не знаю кто они те будут слушатели или товарищи раз просят сделать надо вот мне иногда попросят а у меня просто не времени нет я все откладываю и сразу начинаю кто мне вопрос этот задаст бывает здесь а бывает откуда-то кто-то знакомый там ну разного образования люди-то вот у нас приезжал в прошлом году был здесь Игнатов Сергей Егорович мы с ним столько роликов составили он вопрос задает подожди Сергей Егорович подожди Володя иди записывай все записано и какие проповеди там настоящие он такие сложные вопросы задает все это выставлено а так бы ну сколько я не разглаголю ничего и нету а кто обратился знаете покажу вот офицер КГБ обратился да вы что ну да а где он сейчас ну дальше я тебе показываю в фотографиях стоим дальше у него в доме беседуем он стал священником знатный священник получился из него вот конкретно просто вот ну говорит а как мы с мусульманами у нас ролик стоит вот я в доме муллы азербайджане Баку там жена его прекрасно она меня где бы не увидела только ой учитель приехал отец мой ко мне приехал мусульманка то есть у меня отношения с ними прекрасные это Бог так делает а у меня столько грозных слов написано ой 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 как сказать это Господь положит на сердце а опыта никакого нет ну раз другой там тебя шваркнут и ты будешь думать как говорить не говорить главное решить вопрос говорить не говорить а уже дальше что сказать не в многословии я считаю вас и от вас которые вы тут в чате это и называют в содружестве это беседуйте я почти все копирую и в события дня у меня на завтра это выходит ты знаешь про это да ну вот я не добавляю ни одного слова ну кое-что сокращаю бывает вот так перебранка уже начинается дело в том что тебя просто так отвергнуть нельзя но ты главное назойливо как муха жужжишь а никого не слушаешь ты бы сказал так стоп Роман Николаевич стоп-стоп меня просят я найду аппарат должны все-таки люди увидеть то просят то хорошее дело а ты ничего не показал ты сразу теряешь в их глазах свой вес Евгений Татропо смотри у него какие знания он показывает где там и ты побудил его а он говорит не сразу и ты сразу подумай где он живет как как ему непросто это же не то что я в Сибири живу в глухомане такой хотя какая глухомань то 770 тысяч город у нас рядом недалеко Новосибирь 2 миллиона и вот они попросили ты уже начинаешь думать как план как сделать ты же видишь какие мы ролики выставляем сколько вот сегодня я выставил 17 роликов вчера там 16 и златоуст и жития и проповеди которые я в храмах говорю и показано где в Москве как я одетый одежду какую там подрязнень как назвать его стихарь меня отправляют зайдите туда там прямо в храме переоделся и сразу к народу и все это записано а если ничего этого нет то просто ты теряешь очень много через это сейчас тормозни больше не надоедай попросили выполни а так ничего нигде нет я знаю что кое-что можно сделать но создать общину всех вместе собрать которые там нападают ну допустим я в черный список 5000 человек уже занес клевещат и прочее всех собрать и они не создадут никогда ничего потому что это дело любви дело молитвы никому не создать а если бы создать уже создали но нету нигде чтобы такой был порядок все каноны соблюдались до одного никакой торговли с тарелкой не ходит была святая десятина и проповедь занятия по скайпу это же Сергей он везде подписывает духовное щадо Игнатия вот от пупков Сергей у нас разные были времена с ним он пришел в университете я преподавал навести порядок тут сектанты подделываются под православных там пришел да и застрял я вот расскажу маленький пример встретился с одним ИПХ это истинно православные христиане катакомбные они очень сильные такие ну паспортов нету они ничего не получают побеседовали одна встреча была и душа обратилась а у них целое сообщество но она сказала в Тамбов оттуда с человека 3 поехали чтобы спасать тетю Тоню Бакланову Антонину Георгиевну приехали они в первый же вечер все покаялись обратились ну тогда видят ничего не делать они решили тогда к себе пригласить 32 человека покаялись обратились дети пошли в школу КГБ узнало на работу ко мне интересы церкви власти совпали потому что люди покаялись они вышли из подполья а власти это как раз иногда они же силы какие теряли там вышли на работу трудовые у них есть и все видишь как не все сразу делается это опыт опять же опыт а так бы то что рябкнул на нее да что вы такие там заблудшие слепые он говорит как я беседовал говорит знаешь у меня корова есть когда молока мало дает я стараюсь больше наготовить а если я палкой буду бить она мне даже литру не даст я гляжу вы начинаете уже прям перебранка настоящая ревность твоя понятно но прислушайся когда тебе говорят что-то возьми Наталья Усатая о сколько тоже уже знает да все вы тут собрались а Валентинус Артисон ты где таких на работе на дороге найдешь кого они возьми из вас вы столько всего знаете Рустам вот видишь какой человек приходит я просто не могу нарадоваться не переборщай вот так они сказали что ты нас учишь посылаешь все уже не принимает не надо а ты свое давишь ты еще больше опротивишь просто а мысль-то у тебя хорошая ты знаешь я сколько раз говорил ты начинаешь учить ты лидером делаешься лидер у лидера должно быть шесть качеств знаешь их забываю ну давай записывай кто не знает первое качество самое начало воображение ты должен воображать как скажешь какой стих следующий что будет если не примут воображение это первое качество любого лидера независимо от того ты колхоз строишь ты или военный второе качество знания тебе университет и академия нужно знать ты должен знать все есть какой-то фильм про немца про немецкую подлодку как ее захватили они и в ней Володя какая-то счастье 570 или что посмотреть можно даже ну какая-то подводная лодка они ее захватили ну и дальше теперь как они в этой лодке он я не знаю он отвел его в сторону там старшина боссман и говорит сынок тебе достался корабль шаланда то какая такими словами ты командир командир все знает если ты думаешь не знает другие поймут что не знаешь паника все погибли мы же под водой находимся сынок ты все знаешь советуйся но виду не подавай что не знаешь это хороший пример и вот ты начинаешь говорить знания должны быть дальше знания третье качество умения знать это одно но как это сделать если ты в сельском хозяйстве ты должен быть ветеринаром и техником и дояром и все должен знать на тракторе на любом какого-то ноги отрезал без ноги и он ездит на тракторе и все собирает в интернете я видел такое воображение знания умения четвертое качество решительность о чем Серафим Саровский говорил ему говорили а почему ты как-то сумел от всего отойти он говорит решимости не хватает решимости решился на это дело занимается Карл Маркс в 53 года начал изучать русский язык и в оригинале считал Пушкина я много занимался разными языками много занимался там испанским и греческий и немецкий и английский и французский и латышский я просто любитель был этого ну в 53 года и в оригинале считать я удивлен и поэтому ты если за это дело берешься спать мало придется тебя будут упрекать ты не знаешь а в деле в этом ты должен хотя бы 100 книг просчитать 100 хотя бы это патрология менее 300 томов правил 719 это наизусть знать должен толкование а какие Вальсамон Арестин Зонара три таких толкователя было еврейские раввины а ты должен узнать решительно я пошел все и пятое качество беспощадность как будто не христианское беспощадность к раздельдяйству к тому что человек не исполняет что ему поручили расстанься с ним ничего не будет он все разрушает беспощадность вот отстал Марк и Павел уже больше его не взял а дядя его Варнава взял а Павел взял силы и разделились они по двое вот как бывает и последнее как будто самое простое но самая трудная привлекательность ты заметил что когда тебе отвечают все здесь которые были они все тебя уже начинают непривлекательный ты образ получился у тебя они с тобой разговаривают как с назойливой мухи от тебя отмахиваются а ты не знаешь где надо остановиться уже тебя раз двадцать они отвергли а ты все равно давишь на это ты еще хочешь показать все тут ничего ты не докажешь и они тебе вот смотри Евгений Трапко вот как он говорит спокойно спокойно так ты роман говоришь это хорошо ну покажи на практике чтобы мы увидели и ты даже никаких сразу же перешел на другую не годится это это не уважение к считателям к содружеству и должен говорить правду ничего кроме правды единственное правду не знаешь сказать да братья вопрос трудно не знаю я спрошу где-нибудь привлекательность если будет у вас содружество и ты покажи вот вы собираетесь сколько людей Евгений спросил об этом ну человек 10 покажи 10 которые у вас дома сидят и занимаются тем более я дал вам программу третий том открытым оком там пособие по изучению Евангелия от Марка в третьем томе там вопросы как говорить сколько человек вы еще показать не можете не можете причина одна в подлинном смысле не работник а услышал вот это да и огрызается еще никак мне вот начинает где-то там да вы еще знаете да ничего я не знаю я постоянно говорю у меня образования нету я сам учился учился и вот все привлекательность тебя там нету даже в содружестве один-то ты ничего не значишь а вот когда содружество община будет или деревня вот это если бы так просто было 21 тысячи деревень разрушена и больше ни одной общины нету такие строгие правила ты наши правила то не понесешь никогда вот у нас правило никого к себе не приглашать в общину а как вы тогда будете распространяться а вот он узнает и попросится чтобы он попросился а просто идите к нам да послушайте у нас это запрещено уже худо или бедно но 27 лет и мы так крепко держим это необычное правило очень даже необычное такого не всех себе зовут в наш храм ходить там к нашему батюшке у православных это сплошь и рядом у нас запрет тогда спрашивают а почему да потому что человек придет увидеть а мы тут карикатура одна от позора спасаемся ну так если вы позор а тогда мы вы сами решайте кто мы о себе много не мыслим вот тебе два раза сказали больше не надоедай ты прямо раздражаешь уже их они так спокойно говорят я-то тебя не отталкиваю ты мне какие вопросы подкидываешь я тебе на все отвечаю так нет так ну вот и ты у нас был потеряевки ты знаешь как мы расставались как ты был помни себя требования должны быть посильные ты главное сделал сказал и они все знают все знают вон Валентина с Артисон рассказывает как они с дочкой ходили в храм одетые по форме вот по нашему два платка проще и видели как бегает одна женщина утреннюю зарядку или что она там делала-то и она увидела стала задумываться куда люди едут в храм и потом уже они ее встретили она сама пришла в храм внешний вид а если на каждое слово я буду говорить пять слов ну это склонность к спорам не будьте сварливыми это тоже важное качество два раза сказал успокойся больше не лез к нему и дальше начинай молиться потому что ты говоришь и ты не замечаешь что они уже все раздраженные и для них ты уже не близкий а тебя даже правильно будешь говорить уже ничего не примут да какие это христиане не суди какие видно будет дальше мы все в пути вот у меня сколько их нападает где-то у них ничего нет я их всех записываю себе и за всех молюсь а они такую гадость говорят на Христа на Христа где-то ну еще запечатал его все но все равно на молитве я помяну главное здесь молитва связь со Христом ну что вопросов нет наверное больше давайте кто задал вопрос пока не задавайте дайте другим место Кнать Тихонович да давай Виталий камеру подводит вот сигнал вот какого ну я еще могу я еще могу сказать некоторые ролики прям размыто и вот может как-то камеру залечить полечить или новую это ты мне говоришь да да Игнать а я думал ты себе хорошую купить хочешь да были бы тугрики мы бы и другую камеру взяли а то одна у меня была хорошая Сергей пошел не послушался у него выхватили из рук там эту вверху вот эту сломали и все нету почти 40 тысяч улетело но он купил мне новый ужимаем сильно трудно ставить роликов много были бы они такие короткие ролики а то с тобой мы беседовали 1 час 10 минут ясное дело что мы начинаем ужимать иначе один ролик буду до утра закачивать часов 6 вопросы у меня автозапись идет и одновременно вот здесь установлено прямо направлен прибор вот он он записывает но дальше я посмотрю какая запись получше будет у одной звук лучше у другой вид хороший у меня сразу одновременно записывается и на аппарат и автозапись Игнат Тихонович вопрос у меня есть давай Евгений так вот как понимать местописание тут вот в Библии во свете Библии значит первое место вот ну я прочитаю их тут их несколько выйдите от нее народ мой чтобы не участвовать вам в грехах и не подвергнуться язвам ее ибо грехи ее дошли до неба и Бог воспоминал неправду ее это откровение 18 глава 4 и 5 стих потом еще есть такое выйдите из среды их и отделитесь говорит Господь и не прикасайтесь к нечистому я приму вас Исаии 52 глава 11 стих вот как вот понимать во свете Библии потому что есть и в ограде церкви разные беззакония происходят да и но есть ряд местописаний которые говорят как бы нам не прикасаться к нечистому то есть не иметь вообще никакого дела со грехом да как вот когда вот происходит сегодня много и отступления происходит как нам вот поступать все вопрос закончился ну тут два вопроса на две главы 17-18 говорит пал Павел Вавилон великая блудница что такое Вавилон толкует все одинаково Рим но толковали Рим они не знали что будет новый Рим Константинополь Стамбул и когда он падет Россия буквально в тот же день перехватила и сказали теперь мы третий Рим ни одна страна ни один город не претендовал на Рим когда Стамбул пал это Константинополь вот теперь мы понимаем Рим третий это Москва я уже это доказывал показывал все уже высказано вот теперь а что же в нее какое вином любодеянина поила мир не участвуйте а какое коммунистическая зараза а сколько было таких которые считались верующими и в компартии были в комсомоле пионеры не участвуйте не прикасайтесь никаких ее книг не считайте зверь-то пустил когда реку но земля отверзла уста то есть люди живущие по земному они сами эти фильмы все сглотнули а церковь осталась неповрежденная вот мы тут прочитали один священник с Украины как его звать это Володя который священник покаяния принес за кемеровскую трагедию это ну не важно ладно и он там говорит виноваты мы мы священники не учили народ великий пост идет куда детей повели куда вы их столкнули верующие дети там не должны были быть это означает убийцы как раз те которые не учили их Златоуст говорит родители которые не учат детей боговедению хуже убийц убийца убивает только тело а эти которые им принадлежат дети не учили их вы убили бессмертную душу вот за это ответите а то сейчас они скорбят плащут пытаются майдан тут сделать ну на этом сыграть амана Тулеева убрать попутно Путина теребят а при чем они у тебя завалилась крыша Путин строить ее будет дороги не делают Путин виноват ну глупости все это отвечай за свой участок застолби себе его все ну я как бы в таком контексте хотел спросить что вот как вот на примере того когда это как вот появилась зарубежная церковь когда они фактически они отделились от беззакония когда вот именно меня интересуют и когда именно когда в церковной ограде беззаконие происходит как бы народ разделяется одни как бы готовы как бы ну как бы терпеть многое там ладно пусть происходит все равно священники наши там благодатные и так далее а другие резко они категоричны вот без ворот вот как бы вот никак все мы это получается выводит тому что все равно идет это к отделению к такому то есть вот понятно моему Сыгнать Тихоновичу понятно ну какое отделение то тот и другой вариант неправильный в первую очередь никуда не уходить быть в церкви идут люди только к худшему в какую-то ересь или еще что-то динаминации конфессии динаминации нет никаких динаминаций есть ересь есть церковь истина и есть ересь все а где ну Христос когда пришел пришел к погибшим овцам Израиля овцы валяются но он же никуда не пошел а стал учить говорить Иоанн Креститель призывал к покаянию там где ты есть а не так ну не так еще дальше ну а мы-то разве так все делаем а какие мы что породистые сильно вот у нас пример Сергей который ведет Сергей Павлович брошенная собака ее усыпить надо было только муж ушел и оставил ей сына и собаку на память и все а он ее взял не просто взял а научил эту собаку сидеть и лежать потом научил бегать потом приносить стала чемпионом Сибири а потом чемпионом России чемпион России среди миллиона собак это что-то стоит а он Сергей вот он рядом а ты применяй так себе как ты сумел свой характер обуздать а Господь говорит псы любящие спать бредящие лежа работай над собой вот очень хорошо есть у Льва Толстого рассказ отец Сергий он везде хотел быть первым у него не ладилось там с конной выправкой и он сделал до того что первые призы стал брать не совсем ладно знал французский ни один француз не отличил вскоре он знал это так старался быть лучшим тебя если то есть не то чтобы тебя там видели а до конца постигнуть что эта отрасль дает это похвально почему да так написано мы нарисовались и так бегите чтобы получить многие бегут но один получает награду я бьюсь не так чтобы воздух бить куда убить посмотри как бьется Емельяненко французский только сзади горло другую руку подтягивает к нему и тот уже рукой колотит все отпустите душа на исходе вот так мы должны бороться с дьяволом с грехом никакой поблажки не получилось сегодня получится завтра завтра еще больше будет у меня мудрости как постом и молитвой у тебя есть какие-то любимые герои тут у меня пророк Иеремия в ветхом завете ну а в новом понятно Павел а из святых отцов златоуст я потому что насчитал 12 томов и близко с ним знаком он маленько Павел говорит подражайте мне как я Христу а в другом месте подражайте тем в коем видите образ Христов опять же посланник филипийцам все но это что сказать не так я знаю не так а что сделать вот мы нашли что сделать а прямо в лоне патриархии нам бы не удалось они бы размажили все а вот как раз все к месту пришлось стали открывать прихода зарубежной церкви пригласили я по Америке поездил брат был и вот так получилось община я сколько уже знаю нигде община подобное нету нигде ни за рубежом нигде у нас никто бороду не трогает простое дело этого не может женщины без плотка не ходят даже одета по православному чтобы подол был не выше 10 сантиметров все были застегнуты так это внешне конечно внешне но все сознательно приняли крещение в взрослом возрасте вот так и надо как по-русски не считается дали священника и люди это слушают он по-славянски вот они подошли там в Валентиновом и священника нового отдали и она говорит язык мертвого не понимает это вот вы мертвые что не изучаете язык что он привлек себя она сразу что теперь делать работать никуда не двигаться не так плохо я в другое место пойду но еще кузнечик а ты там где есть тебя Господь там будет искать это твой участок ты за него отвечаешь начинай говорить приглашать к себе домой занимайтесь словом Божьим никуда а батюшку есть такая такой грех вот когда отнимают ювенальные юстиции пришли а мать ребенка целует удушающая любовь названа а вы к нему удушающая любовь и все и будет по-другому вот нам епископа такого подобрать это невозможно было а Господь дал дал такого епископа 13 лет был он еще не приехал сюда потом мне рассказывает я думал ну как я буду с Игнатием ладить ну знает что я молчать не буду а когда приехал он меня даже и не узнал мы пошли пасти овечек там солома была мы днем валяли с ним с епископом и все беседовали 13 лет он нас терпел он не ушел и мы не ушли никуда надо работать не место красит человек а человек место это не случайно я показал вам план план определенный третья книга открытым оком и там пособие для изучения Евангелия от Марка начинай к себе приглашай людей из церкви а там видно будет я думаю ответил вам спасти Христоса Игнатьевича слава Христу я еще добавлю добавлю слово слушай Иона Златоуста у него богатые очень речи какие-то беседы его толкования мне вот если посмотреть так сегодня вообще-то этих архиереев и нету что вот так как бы беседовали в храме и вообще если так задуматься возможно же что сегодня ну не в сегодняшнем дне в ближайшем будущем настанет такой золотой век когда будут такие не просто миряне а архиереи потому что Ионто Златоустов был архиепископом и он как-то себя он вел как он обличал как он проповедовал а сегодня ведь нет таких возможно что такое возродит мы не знаем Женя вот Илья пророк не нам считал был один я остался а Господь семь тысяч сберег он ошибся в семь тысяч раз ну это мы знаем но молиться надо у нас думали одни приезжать невозможно какой батюшка за пьянство взяли помолитесь-то ну я видимо зря помолился это они хорошие четверо ребятишек уже собрались ехать помолились они к утрам говорят архиерея прислал такого священника нам ехать никуда не надо то есть мы потеряли клиентов думаю не надо было молиться-то помолился они вот расстроил нам дело-то хороший архиерей нас вот сейчас архиереи конечно мы только так встречаемся где-то ну а чтобы в доме был вот как у нас был Евтихий с нами обедает и тут же спит все делает то что есть ну надо чтобы кто-то был лидер лидер обязательно вот о чем говорит Сергий Строгородский такой момент когда Господь выставляет необлещенных саном людей а которые выдвигаются своей предприимчивостью в особенно трудные времена Бог восстанавливает таких людей вот я прочитал я понял это обо мне говорится а я не соответствую совсем ничего Господь увидит твои качества какие положительные ты вот такой мягкий а я вот другой наш архиерей говорит вот вы Игнатия обвиняете в неправославии вам никогда его не обвините он супер православный и дорогой ехали а у него эта камеловка на голове такая как верблюжья верблюжий горб как мусульмане говорят ну я вижу ему холодно то я шапку снял и надел на него а он это давай другим говорить а вы знаете у него голова говорит какая у меня на голове своя шапка так он свою надел говорит он меня по шапке определять начал интересно не в шапке дело а кто под шапкой так что начинать работать надо у меня тут один священник мы ездили дорогой и он книги мои приобрел из них все вопросы выписал и сделал большое панно в церкви как заходить то господи помилуй я никогда такого не делал печатными буквами люди подходят читают а вот это он говорит а там какой том написано пятый он достает из-под прилавка пятый садитесь считайте тут при входе в церковь у него сразу остановка изменилась он мне давай уговаривать чтобы я у него на зиму пришел потрудиться я говорю батюшка так я не один приеду я с братом приеду брат Игорь Добунов ну а потом у нас серьезный разговор был и он больше нас не пригласил не решился иначе он будет негожий для архиерея надо работать кое-чем рисковать а вот они против да против но однако вот так у нас был хороший священник он в машине сгорел кандидат богословских наук Александр Пивоваров с Новосибирска божьей милостью проповедник настоящий и вот у него качество было такое он никогда не возносился вот мы едем дорогой в троллейбусе и он ко мне вплотную и говорит сегодня вечером вот на такое место писания вечером считается а что бы сказал ну я никаких я ему и говорю вот я бы проповедь сказал так и начинаю проповедовать у него память была отличная он вечером выходит проповедовать и буквально слово в слово что я говорил другой бы сказал скажи тогда подумай он мои слова переберет к себе а он никогда не смотрел на это он брал и тут же начинал проповедовать то что услышал а я не имею никакого образования бог сроднил так он приезжает в Барнаул когда с архиереем и тайно ночью придет чтобы повидаться тут а мы магнитофон большой брали маяк с проводами через 10 храм и тут такой большой районный центр город даже болотное и там мы вместе при свечах становились на колени в храме никогда когда никого нету и вместе плакали у нас целая дружина приезжала и он там тоже человека два было бог так сроднял бог а мы ну как бы разное а по возрасту мы были одинаковые он старше меня кажется на один день был вот так начинать работать вот если бы я к вам приехал вот так бы случилось такое-то ну я бы с батюшкой познакомиться постарался бы подошел рассказал а потом бы поговорили и сказал батюшка хорошо когда люди знают что-то настоящие вам помощники давайте организуемся я начинаю со священника а вы думаете обратиться нет я об этом не думаю мне не дано знать я плохой пророк не знаю ну а дальше было бы видно а батюшка скажет а если я не пойду если он меня знает он обязательно так он понимает что я не остановлюсь ну батюшка без вас будем благословляйте а я не благословляю да мы не очень и нуждаемся бог уже благословил нас это благословлять ехать надо а проповедовать или нет на это не надо благословения чтобы меня не застукали не прибили а проповедовать идите по всему миру какое тут благословение когда прямое указание божье то а я не благословляю ну значит антихрист я не по адресу пришел серьезный разговор и может даже расстанемся но мы дальше будем вести занятия он берет под контроль жалуется архиерею это то что мы и хотели мы с архиереем будем заниматься ну все наверное все спасибо Христос слава Иисусу так а я с каким-то ушел нет сидит там если к батюшке вопросы есть я его позову ну ладно тогда дорогие мои собрались вы тут я вас всех вижу тут какие-то новенькие были я человека два видел Игнат Тихонович простите это Роман я вот так как вы подтвердили что я как назойливо да говорил поэтому я хочу принести извинения если я вот как бы попросить прощения за свою назойливость получается что во мне тоже мало любви было к тем людям кому я писал и кому я писал без любви вот так назойливо прошу прощения тут вот какое дело Роман вот у нас просятся не то что как-то там просятся а можно я буду приходить а можно я звонков я за месяц ни одному человеку не разрешил по определенным причинам но все время просятся я говорю у нас сколько выставлено посчитай ты бери любой ролик ты и слушай я вас и не знаю кто они такие так что ты маленько тоже говори ты репертуарчик меняй как подойти как сказать какой-то пример скажи здесь я ни одного не вижу кто бы так старался помешать ну а если такое было бы ну руководящий видит предупреди раз другой да и в яму ну все прощаться будем помолимся достойно истекало истину блажит дитя богородицу пресно блаженную и пренепорочную и матерь бога наша честнейшую хирургин и славнейшую без сравнения с богословавшую сущую богородицу тебя величая да тихонеч молитесь всемогущий создатель господь и бог наш слава тебе за этот прекрасный вечер за эти занятия если в чем мы погрешили прости нас на истинный путь найди новые души родных и близких и знакомых привлеки к себе ибо время коротко обрати правителей на путь покаяния и даруй всем духовное рождение свыше поставь твой защиту святую и в эту ночь научи наценить это мирное время и даруй мир Израилю Россию Украине Сирии где война идет и научи наценить это доброе мирное время тебе боже слава за все отец сын и святой дух аминь 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 с праздником наступающим аминь богом всем басе христос завтра мы нарушим наверное правила там надо икру завтра разрешается а у нас икры то и нету намек понял ну все походим